всем привет в этом видео я покажу как можно на чистом css сделать вот такие индикаторы загрузки которые в дальнейшем можно будет встроить в любое место на вашем сайте давайте для начала я покажу какую я сделал заготовку в разметке здесь ничего такого просто контейнер и в нем четыре блока в котором в дальнейшем будут наши анимации и всего лишь один файл стилей которым по умолчанию сброшены все отступы body и контейнеру задана максимальная высота в 100vh и контейнер который служит лишь для того чтобы наши элементы с анимациями располагались посередине экрана то есть никакого отношения непосредственно к самой анимации этот контейнер не имеет ну что ж давайте начнем с первой анимации папа пойдем по порядку слева направо потому что первые три это они делаются довольно таки одинаково а вот над последней придется немного заморочиться давайте напишем разметку для первой что тут будет добавим класс wave 1 и внутри четыре элемента с классом wave 1 item так умножим точнее 5 элементов на 5 все с разметкой это все и переходим непосредственно к самой анимации так wave 1 закомментирую чтобы визуально разграничивать как-то и зададим внешний вид пишем wave 1 значит по ширине делаем 50 пикселей по высоте также 50 пикселей у нас это будет дисплей flex и justify content space between чтобы наши вот эти столбики будущие они равномерно распределились по всей ширине так давайте дальше сами столбики пропишем айтемы ширина у них будет в 6 пикселей высоту можно задать в сто процентов она будет рассчитываться относительно родителя и фоновый цвет какой-нибудь томейто вот что у нас получилось изначально наш вот этот контейнер для айтемов он немного сузился по ширине это потому что у нас контейнер общий контейнер имеет дисплей flex и так как не хватает ширины это все дело сужается поэтому можем либо поправить вот так браузер именно растянуть либо убрать лишние элементы но пока что оставим так нам не нужны крайние элементы и еще потому что это на самом деле тут 500 процентов масштаба я чтобы хорошо видеть на разных экранах сделал а так конечно же эти все элементы они достаточно маленькие бывают и никакой деформации быть не должно на самом деле со стилями визуальными это все мы перейдем сразу к анимации и мы будем использовать так называемым покадровую анимацию что это такое это когда вся предал продолжительность анимации например 10 секунд представляется в виде процентов то есть мы можем задать какие-то диапазоны в процентах и в этих диапазонах как-то изменять наш элемент например для этого напишем ключевое слово keyframes и после этого слова нужно дать имя нашей анимации ну я ее так и назову wave 1 здесь имя совершенно произвольное и должно быть конечно же уникальным данная анимация будет совсем простая она будет всего иметь одно положение и сейчас я напишу а потом объясню что вообще происходит пишем 50 процентов и фигурных скобках задаем некое свойство а именно transform scale по оси y . 25 что это значит и почему тут вообще 50 процентов так как я говорил вся продолжительность анимации тут представляется в виде процентов то есть нам 0 процентов это начало анимации 100 процентов это ее конец в данном случае на 50 процентах это то есть когда анимация достигнет середины примеру возьмем абстрактные 10 секунд анимации то есть когда на 5 секунде анимации наши элементы к которым мы применим данную анимацию они должны по высоте сузится до 25 процентов scale это грубо говоря такое масштабирование по умолчанию она имеет значение единицу то есть масштаб 1 а в данном случае 0 25 это наш элемент по высоте уменьшится до 25 процентов то есть один это сто процентов по высоте 0 25 это 25 процентов по высоте дайте я наглядно применю сейчас и покажу что что это такое если кто вдруг не знает вот я к айдамом нашим применяю scale 0 25 и вот они уменьшились до 1 4 скажем так вот так как изначально у нас скейл значение 1 на 50 процентах она должна стать 0 25 а дальше на 100 процентах она вновь вернется на единицу и у нас получится такое сжатие давайте применим эту анимацию чтобы увидеть что вообще здесь происходит чтобы применить анимацию нам нужно приписать свойства animation и редактор нам тут подсказывает какие у нее есть значение 1 это name это вот это самый вейв которые мы назвали дальше duration это продолжительность анимации сколько будет длиться вот полный цикл от 0 до 100 процентов мы пока что можем сделать один одну секунду здесь можно прописывать секунды миллисекунды потом тайминг function это некая функция по которой будет протекать наша анимация так на словах объяснить довольно сложно я чуть позже наглядно покажу что она из себя представляет но скорее всего вы видели такие ключевые слова как например линер например линейная функция либо из in out вот здесь даже подсказывает мне просто из есть из in из in out из out в данном случае мы из in out будем использовать дальше идем delay это задержка анимация то есть если мы поставим здесь например одну секунду перезагрузим страницу анимация запустится не сразу а через одну секунду это значение в данном случае нам пока не нужно дальше iteration count это количество раз который будет анимация повторяться то есть сколько раз она повторится я пока поставлю здесь два раза а потом покажу какие еще значения могут быть кроме цифровых так direction это направление анимации и фил мод это то как будете вести анимации после ее окончания в данном случае мы эти значения использовать не будем потому что у нас анимация достаточно простая и смотрите теперь я сохраняю и посмотрите что происходит полный цикл длится одну секунду еще раз обновлю раз два данном случае у нас вся анимация прошла за одну секунду и как бы наши элементы сжались два раза это то что показывает вот это значение но нас это не устроит потому что если посмотрим пример они как бы двигаются постоянно не останавливаясь здесь есть ключевое слово которое можно написать вместо числовых значений это infinite то есть она будет двигаться бесконечно длиться бесконечно вот уже что то есть но это не совсем то давайте посмотрим еще раз на исходную анимацию и если посмотреть внимательно то можно заметить что первое столбик вот этот палочка и последние они двигаются одинаково в одинаковом ритме а также вторая и четвертая также двигаются в одинаковом ритме между собой и третья она двигается сама по себе поэтому нам нужно для первой и последней вот этой палочки прописать некие свойства значит давайте их сначала выберем чтобы для них свойства прописать int child 1 и через запятую int child 5 так запятая не нужна и что мы им пропишем мы должны задать ту самую задержку о которой я говорил чуть ранее а именно animation delay есть такое свойство отдельное например в одну секунду и смотрите что будет если я сохраню сейчас еще раз обновлю то есть первое последнее ждет секунду а потом начинает свое движение но в данном случае 1 секунда это не совсем то значение которое нам нужно и я сейчас напишу тут некую формулу без которой конечно тоже можно обойтись но с ней удобнее подбирать вот эти значения всяких задержек продолжительности более четко так скажем так можно подобрать короче я пишу функцию кальк это она выполняет математические выражения то есть одну секунду я делю на 10 по сути тут 0 1 секунда сохраняю и ничего не изменилось а не изменилось потому что я неправильно написал функцию кальк да вот смотрите теперь задержка у нас не одна секунда а намного меньше и эффект уже другой и теперь по такому же принципу мы можем добавить задержку нашим так другим элементам а именно второму и четвертому только здесь мы задержку же сделаем немного другую чтобы была разница в начале анимации сохраняя и теперь мы получили то что нам нужно именно вот из-за этой разницы старта анимации во времени конечно тут как я уже говорил можно написать вот так например это у нас здесь получится 0 1 секунда так а здесь 0 2 секунды документируем сохраним и видим что ничего не получилось почему я делаю именно сделал именно через эту функцию потому что допустим наши анимации вот эти значения и они одинаковы и тут одна секунда и тут одна секунда и в теории ее можно вот это значение можно вынести например переменную в наш вот этот родительский элемент в эйф-1 знаете я для примера покажу а потом уже на этом заострять внимание не будем например здесь это у нас дэлэй так и назовем переменную и напишем тут одна секунда а потом здесь например вар и дэлэй и также вот это можно все дело скопировать сюда здесь примите на 5 и чтобы потом в дальнейшем например если захотим сделать продолжительность полторы секунды или две мы всего лишь поменяем в одном месте значения так ну давайте что-нибудь такое чтобы разница была видна 5 секунд но если вы заметили здесь когда устанавливаешь 5 секунд здесь эффект немного меняется поэтому но я так для наглядности это для того чтобы свойства можно было менять в одном месте и не бегать по всему коду тут на ваше усмотрение так перейдем ко второй анимации она в принципе похоже с тем что у нас сейчас есть поэтому перейдем нашу разметку мы все вот это безобразие копируем и вставляем сюда и заменяем вас на в 2 я сейчас буду копировать некоторые стиля хотя казалось бы можно было написать одинаковые классы да и определить стиле один раз я делаю такой копипаст потому что я не хочу связывать какими-то классами разные анимации чтобы их можно было например взять вот этот кусок кода куда-нибудь вставить и он работал независимо от каких-то других элементов поэтому здесь в этом случае вот такой копипаст вполне имеет место быть так и сразу скажу по поводу вот этой переменной они одинаковые и что тут delay называется что здесь они никак пересекаться между собой не будут потому что у них разные родители вот эта переменная работает только для wave 2 и всех элементов которые находятся непосредственно в ней никакого переопределения не будет если я здесь ниже напишу 2 секунды переопределение может быть когда мы определяем переменные в корневом элементе root тогда уже нужно быть с этим делом осторожнее так у нас появилась вторая анимация но она нам здесь пока что не понадобится я закомментирую пишем далее кто тоже поменяя для наглядности опять пишем key frames задаем название wave 2 и какие действия у нас будут здесь здесь мы уже пропишем два положения нам нужно чтобы на 25 процентах всего таймлайна нашей анимации наш вот этот айтем увеличился по высоте опять transform скейл по оси y до 2 то есть в два раза он стал больше далее но на 50 процентах уже дальше нам нужно чтобы размер восстановился до единицы так начальное значение у нас такое в принципе по умолчанию этого элемента то есть значение скейл y а единица то мы можем нулевой процент не прописывать но имейте его ввиду что начинается с нуля на нулевом проценте у нас скейл равно единица и в промежуток от нуля до 25 процентов он нас увеличивается наш элемент в два раза далее во временной промежуток от 25 процентов до 50 процентов он у нас возвращается свое исходное состояние и дальше анимация как бы она будет продолжаться но никаких изменений мы не увидим и как бы от 50 процентов до 100 и соответственно до нуля далее уже на второй итерации у нас значение будет держаться на отметке 1 как бы и анимация идет но изменений не происходит и используя такой эффект мы можем добиться той анимации которая нам нужна что нам нужно нам нужно найти вот этот второй столбик выбрать то есть это у нас nth child 2 и что мы ему попишем так и для начала всем вот этим нашим столбиком мы тоже зададим анимация название и в принципе остальные все значения нам подойдут такие же так вот что у нас происходит изначально второму столбику мы пропишем анимэйшен дэлэй у нас есть переменная дэлэй аквар белый и нам надо эту переменную это значение точнее разделить на 10 только все это дело обернуть функцию калк и смотрите что происходит пока не обращаем внимание на последующие три столбика первый столбик начинает свою анимацию сразу после загрузки 2 ожидает 0 1 секунду и только потом начинает и вот по такому принципу мы сейчас сделаем такую некую волну который у нас примере дальше для третьего столбика мы это можно например умножить на 2 чтобы увеличить продолжительность задержки далее этот столбик мы умножаем на 3 не его задержку и последний на 4 и еще здесь пропишем конечно же индексы это 5 это 4 а это 3 и сохраняем и смотрите у нас получилась волна по какому принципу это все работает смотрите когда загружается страница анимация применяется сразу к первому столбику и после некоторой задержки она применяется ко второй и именно используя эту разницу во времени начала анимации мы можем создать такой эффект то есть каждый последующий столбик ждет немного больше чем предыдущий и потом только начинает изменяться тут опять же все значения можно подбирать зависимости от того какой эффект мы хотим с этой анимации тоже в общем то все эти посмотрим что у нас на очереди вот такие кружки тоже волна 3 дайте я тоже быстро сделаем там принцип принцип абсолютно такой же поэтому и вот это все дело мы тоже можем скопировать только нам нужно как и лишнее пока уберу а то и так места нету оставить нужно нам три элемента так в их 3 вот это мы дело те нам отсюда не все нужно потому что у нас элементы другие но ничего найти быстро переделаем так тут 3 тут ширина нам уже не подойдет в 50 пикселей мы сделаем ее чуть побольше а высоту в данном случае вообще можно не задавать мы ее зададим нашим дочерним элементам вот это все дело мы также благополучно убираем и стилизуем наши дочерние элементы ширину поставим 20 пикселей высоту также 20 пикселей потом бордер радиус нам нужно в 50 процентов чтобы они стали круглые сам бордер 4 пикселя сплошной какой-нибудь тоже томей 2 посмотрим что у нас получилось да у нас вот такой кошмар получился но это я уже объяснял почему так происходит для удобства я вот это пока что закомментирую потому что она нам не надо так и все вообще куда-то пропало куда делась в 2 в 3 вот и зададим некое расстояние тоже между ними свойством гэп 5 пикселей этот гэп работает не только с гридом но и с флэксбоксом в общем то на разметке это все давайте напишем keyframe это у нас в 3 и что у нас здесь будет какая покадровая анимация здесь мы уже начал начнем описывать анимацию с самого начала то есть с нуля процентов потому что у нас начальное положение начальное значение не будет то которое установлено по умолчанию а именно мы здесь будем изменять трансформ его свойство translate также по оси y то есть по вертикали и поставим его начальное значение 45 процентов далее следующая позиция это у нас 50 процентов на 50 процентов нам нужно чтобы наши элементы уехали вниз на 45 градусов даже на минус 45 и конечное это у нас можно даже скопировать сто процентов мы должны вернуть обратно на 45 вот эту запись на самом деле можно сократить и так как у нас значение 45 и 45 здесь одинаковые свойства и их значение одинаковые мы можем сделать вот так а это вот удалить и смысл от этого не поменяется но учтите так можно делать только если мы изменяем одинаковые свойства и еще скажу если кто не в курсе да и в этой во всех предыдущих анимациях я изменял то всего лишь одно какое-то свойство там либо scale либо translate и может показаться тем кто не знаком с анимацией что можно изменять только одно свойство за один раз нет это не так здесь можно вписывать в принципе почти любые свойства там менять например border radius или еще что-то поэтому имейте ввиду что здесь не только одно свойство может быть их может быть много в зависимости от того что вы хотите изменить и еще одна такая заметка раз лирическое отступление пошло я скажу что почему в предыдущем предыдущей анимации я изменял именно scale для увеличения высоты элемента а не хейт тот же самый а потому что специально для анимации в пятом html были введены свойства transform и у них есть у этого свойства есть translate scale там skew наклон еще много-много чего они были сделаны и оптимизированы специально для того чтобы их можно анимировать потому что если мы будем анимировать высоту это скажем так не очень оптимально и для браузера и в целом не рекомендуется такие свойства как ширину высоту анимировать через именно их непосредственные значения там в из и хейт они рекомендуется по простой причине потому что когда мы будем анимировать высоту будет идти пересчет всего документа потому что вот эта высота как бы когда мы устанавливаем какого-то элемента высоты он отталкивает все элементы которые находятся ниже из-за этого документ увеличивается по высоте а когда мы его начнем как бы сжимать будет пересчет не только высоты элементов вот этих например кружков а и всего документа потому что он в целом будет уменьшаться по высоте и этот самый пересчет очень такой накладный для браузера в общем имейте это в виду или что нам нужно сделать чтобы это все дело заработало но для начала приписать сюда не мэй шин вейф это у нас три только не вейн до вейф 3 будет длиться одну секунду также из in out и это будет происходить бесконечно уже у нас что-то заработало и теперь нам нужно прописать параметры задержки секундах или даже долях секундах первый элемент мы трогать не будем он пусть двигается так как сейчас а вторые второй и третий мы изменим поэтому здесь выбираем так inti child второй значит пишем animation delay здесь также у нас есть переменная можно использовать можно нет но я буду использовать раз я уже ее прописал опять же у нас кулейт бар только не так непривычно клавиатура на ноутбуке поэтому столько ошибок и мы здесь можем например умножить на . 2 или 0 2 это одно и то же сохраняем и уже что то есть уже ближе совсем истинно где-то рядом а третьему элементу мы задержку еще чуть-чуть увеличим сохраняем и у нас получается такая волна вполне себе хорошо смотрится тут еще раз повторю не обязательно использовать функции можно просто было написать там задержка в 0 5 секунда следующий в 0 7 там или 0 3 0 6 это уже кто во что гораздо ну что у нас там осталось нас осталось это последняя немного мудреная анимация но давайте начнем мудрить у нас по разметке что будет я тоже вот это все дело она закомментируя чтобы не мешалось на разметку у нас похожая только я ее назову уже square квадрат и вот это изменю так не то слишком много изменил так сохраняем все пропало square и что у нас тут по стилям так высота и ширина по 50 пикселей 50 пикселей дисплей сделаем flex нам понадобится flex wrap со значением wrap потом нам понадобится больше ничего не понадобится далее созданием стиля для айтемов для айтемов у нас ширина и высота по 30 пикселей вот эти значения глядя на нашу анимацию можно сказать что они изменяться не будут потому что это ну концепция задумка анимации такой что здесь должен быть квадратики поэтому мы вот эти значения тоже можем смело перенести в какую-то переменную чтобы потом если захотим например увеличить эти квадраты уменьшить мы поменяли одно значение в одном месте они все изменились даже я сейчас допишу в стиле для айтемов и кое-что покажу еще с переменными так здесь background color основной сделаем опять же наш томмейта а для следующих двух нужно изменить nt child 2 background нам нужно изменить потому что как мы не поймем что куда двигать какой-нибудь ну не знаю аквамарин а для третьего какой-нибудь грин так все это готово и еще одно отступление по переменам смотрите их даже тут чуть выше пропишу например у нас будет какая-то базовое базовое значение которое мы будем использовать и не только для айтемов но и для обертки этой хайтом его для этой этого сквер для этого квадрата поэтому мы можем тут записать например ну не знаю f тут такой сильной разницы не играет что мы сюда напишем какую букву как назовем и напишем например 30 пикселей вот вот эти значения мы можем заменить вар так только не на делай она f а вот это мы можем тоже заменить но не совсем сделать как и это умножить на 2 ничего не изменится возможно покажется как-то мудреная для простых ширины и высоты но опять же говорю концепция этой анимации такая что у нас вот эти четыре квадрата в целом составляет точнее вот эти три квадрата в целом составляют вот так визуально тоже квадрат и они должны быть пропорциональны относительно друг друга и если мы в дальнейшем захотим изменить целом увеличить или уменьшить этот элемент да мы нам не нужно будет в трех местах менять значение мы можем например поставить 50 пикселей здесь и у нас все сломается все сломалось у нас какой-то флаг получился сейчас я посмотрю почему все сломалось а ну потому что я вот сюда не не прописал да вот не ничего не изменилось изменились только пропорции независимо от того что мы тут напишем хоть 500 500 конечно не поместится вот поэтому это очень удобно ну пусть будет 30 да как изначально и приступим к анимации здесь немного посложнее она будет но не в плане того что мы много каких свойств будем анимировать а плане именно расстановки каждого движения вот этих элементов квадратов на нашей временной шкале сейчас я кое-что скопирую потому что запомните и написать это не представляется возможным и объясню что это такое так закомментирую что это за кошмар это наши проценты но почему они в таких странных значениях смотрите внимательно на эту анимацию у каждого квадрата есть четыре шага полного в полном цикле анимации то есть давайте понаблюдаем за зеленым вот смотрите первый шаг второй третий и четвертый он возвращается обратно и у нас три таких квадрата то есть у каждого квадрата по четыре шага в анимации поэтому я весь наш таймлайн всю нашу временную шкалу разделил но на 12 пунктов на 12 отрезков почему на 12 они 4 если у каждого элемента по 4 шага потому что эти шаги они происходят в разное время если бы мы всем вот этим нашим трем квадратом задали бы шаги в одинаковое время то здесь получилось бы каша они двигались бы все вместе и мы не бы не достигли бы такого эффекта но нам эти шаги надо так распределить по таким про и временным промежутком чтобы они как бы вот так шагали друг за другом поэтому здесь столько отрезков это просто наш наша временная шкала представленная в процентах и поделили отделенная на 12 отрезков поэтому давайте начнем с вот этого бирюзового цвета потому что у него есть свободное пространство у него есть куда двигаться первый шаг будет делать именно он пропишем для него keyframe сделаем тут сквер наверно степ до ок и это будет степ 2 хотя немного не очевидно шагает он 1 степ 2 но я сделал это потому что это второй элемент в нашей верстке в принципе тут можно и один сделать и 2 опять же название произвольное как быть шагать наш бирюзовый квадрат первый его шаг нам нужно вот этот бирюзовый квадрат передвинуть вниз что мы делаем какой нам промежуток нужен нам так как это первый шаг нам нужен вот данный промежуток от 0 до 8 и 3 процентов то есть за это время он должен спуститься вот сюда вниз и занять пустое место поэтому давайте я для наглядности в данном случае буду прописывать нулевую позицию чтобы было понятнее это у нас transform и будем двигать translate поставим 0 0 так через запятую это его начальная позиция и вот к этому времени он должен сдвинуться вниз на сто процентов это вот второй второе значение в свойстве translate первое отвечает за горизонтальное перемещение второе второй аргумент за вертикальное перемещение 100 по вертикали то есть он на всю свою высоту передвинется вниз давайте обновим и чтобы было видно что у нас есть происходит давайте же пропишем например вот это 2 до аквамарин эти суда я пропишу чтобы не было видно куда мы что прописываем да не запутаться опять же вот вспомогательную такую шпаргалку и мы прописываем сюда нашему аквамарину анимацию какая у нас будет name square step 2 все это дело будет длиться 5 секунд и по линейной функции кстати я забыл показать что из себя представляют функции конце покажу линейная то есть это без ускорений без ничего просто она будет двигаться и это тоже будет все двигаться бесконечно вот смотрите что произошло я обновляю и она из своего положения он точнее квадрат переходит сюда он возвращается туда потому что я говорил что вот это все дело даже если мы не пропишем конечную какое-то значение в сто процентов анимация продолжается а так как у нас начальное значение 0 то вот это постепенно возвращается обратно то есть к значению 00 смотрите бирюзовый квадрат сдвинулся вниз вот здесь у нас освободилось место значит красный должен поехать направо давайте так и пропишем красный это первый степ давайте сюда тогда я это скопирую это у нас будет томата томата степ 1 какие у него будут значения и здесь основное в какой промежуток времени он должен начать двигаться если я сюда у него будет в принципе изменение вот здесь здесь мне пропишу 100 и если я запущу анимацию вот этого томатов в тоже в тот же промежуток что и аквамарин то смотрите что получится сейчас я сохраню но мне для начала надо прописать так анимацию давайте для первого пропишем вот здесь это нам здесь не нужно степ 1 здесь пропишем видите он сразу начал двигаться одновременно с этим с аквамарином поэтому вот для этого и существует вот такое количество промежутков времени а именно он должен начать свое движение когда свое движение закончит бирюзовый то есть он начинает начальная точка у него не 0 а 8 и 3 конечная точка аквамарина служит начальной точкой томато 8 и 3 начальная точка и до следующего промежутка это 16 6 теперь смотрим 1 2 видели этот поехал вниз этот поехал направо давайте я здесь начальную точку тоже пропишу она не обязательно в данном случае но пусть будет чтобы мы видели весь хронометраж скажем так и по такому же принципу мы сейчас будем двигать следующий зеленый то есть аквамарин сдвинулся влево вниз тут появилось пространство томато сдвинулся вправо появилось пространство для зеленого теперь мы третий степ третий шаг сюда напишем green будем двигать его наверх и уже как вы наверно поняли вот начиная с этого промежутка 16 процентов нам его нужно сдвинуть сдвинуть так вот этот промежуток с 16 и 6 до 24 9 нам его нужно сдвинуть наверх на минус 100 процентов сохраняем и здесь выше пропишем нашу анимацию третьего шага степ 3 сохраняем и смотрите так и что-то у нас не то пошло куда-то не туда потому что я здесь не изменил название смотрите раз два три надеюсь концепция ясна что мы будем дальше делать и ну нам нужно теперь все вот эти промежутки прописать до тех пор пока каждый наш квадрат не сделает полный оборот и не вернется обратно эти я еще пару промежутков напишу а следующие уже сделаю за кадром и покажу вам что получилось потому что комментировать вот это все ну не сложно просто это будет одно и то же здесь главное понять ход мысли когда начинается движение каждого последующего элемента какие промежутки времени они должны двигаться поэтому давайте вернемся к первому шагу и смотрите наш последний шаг был окончен на двадцати четырех и девяти процентах поэтому его берем и нашему аквамарину потому что он следующий хотя у нас так расположено немного не так да не интуитивно но думаю не потеряетесь значит а с какого положения он ночь должен начать двигаться а с того где он застрял в прошлый раз а застрял он вот на таком положении мы копируем это как его начальное положение тот момент когда зеленый подойдет вот сюда сейчас вы представляете да что аквамарин находится здесь а зеленый в конце своей анимации здесь поэтому следующий будет аквамарин потому что здесь слева внизу освободилось место он должен сдвинуться влево поэтому после 24 у нас идет 32 ой 33 и 2 процента так вот это мы копируем пишем сюда сохраняем и куда он должен сдвинуться он должен сдвинуться влево то есть мы сюда пишем минус сто процентов сохраняем так что то у нас все отвалилось и видим уже два шага готовы раз ждет когда освобождается место меняет свое положение дальше у нас освобождается правый нижний угол нам нужно томата сдвинуть вниз начиная вот с этого положения 33 и 2 прописываем сюда стартовую его точку и следующий его пункт будет 41 и 5 процентов куда он должен сдвинуться он должен сдвинуться вниз меняем вот это на сто процентов сохраняем так все готово переходим дальше теперь у нас на очереди зеленый тоже положение и следующие 49 и 8 такой промежуток должен быть его мы должны сдвинуть наверх и вправо или нет подождите секунду и запсом запутался летел так направо а не наверх потому что он так наверху даже его еще двигать и сюда мы добавим 100 так давайте посмотрим так все раз два три 4 5 6 все отлично теперь я быстренько все остальное доделаю и покажу что у вас путь что у нас точнее получилось а вот и я смотрите у нас заработала анимация так как нам нужно ну почти и вот сколько кода получилось принципе хоть кода и много но он довольно таки однообразные если понять логику то здесь остается просто механическая работа располагать на каждом шаге квадратики эти и теперь чтобы нам сделать вот этот квадрат целый до общей ромбом его можно просто повернуть на 45 градусов давайте это сделаем где у нас square transform rotate применим на 45 градусов сохраняем все у нас получилась такая анимация и опять же вот этому мы можем например не просто повернуть а смотрите можно даже вращать его может кому-то понравится давайте проверим как это будет выглядеть пропишем еще один кейфрейм для нашего square да кейфрейм square rotate вращение и мы на 100 процентов зададим transform rotate 360 градусов это заставит бесконечно крутится опять отвалился у нас сервер сюда значит это можно закомментировать сюда пишем animation сколько это секунд будет длиться для начала можно 3 там линер и бесконечно сохраняем и вот такая чехарда у нас получилось главное чтобы никого не укачала ну или обратно чтобы сделать например можно здесь поставить минус 360 это будет крутиться в эту сторону ну в общем здесь можно делать все что душе угодно поэтому я оставлю вот это закомментировано и пусть будет так смотрите и чтобы продемонстрировать что что такое а функции вот тайминг function которые были в свойствах я добавил небольшую такую линию в принципе вот все ее свойства обычная линия просто и задал ей анимацию самую простую она с середины будет увеличиваться до стопроцентной своей ширины смотрите обновляю что с ней происходит за пять секунд и если мы посмотрим вот сюда у нас здесь есть название анимации продолжительность и та самая функция timing functions в данном случае она у нас линейная если мы нажмем на этот значок мы увидим такую некую прямую это график график движения даже не так график течение анимации скажем так прямая линия означает что анимация будет проходить равномерно без ускорений без всего и смотрите так как она ровная еще раз давайте я покажу что происходит с нашей анимации то есть она равномерно растягивается в обе стороны нажмем сюда и смотрите здесь нам даже сам хром показывает то как будет протекать анимация в зависимости от этой кривой но мы ее также сейчас я немного пододвину сюда здесь есть переключатели всяких анимаций и вот смотрите как будет двигаться например если вы описать ключевое слово из in это здесь она довольно таки резко будет набирать скорость эти посмотрим что нибудь другое где отчетливо бы было видно вот смотрите здесь даже она куда-то в минус уходят обратите внимание на то как движется этот квадрат сейчас я переключу он как бы сначала отходит немного назад а потом вперед и давайте ее применим посмотрим как она будет влиять на нашу линию ключевого слова у нее нет но это анимация происходит через вот такую функцию кубик без е в этом тоже можно много чего рассказать но в этом видео я рассказывать не буду потому что там нужно отдельный ролик для этого записывать и давайте вот это значение linear заменим на нашу функцию смотрите что происходит то как нам показывал хром то есть сначала она отходит немного назад а потом резко начинает движение вперед и вот я сейчас еще раз обновлю обратите внимание немножко растягивается возвращается назад и опять и резко в разные стороны вот именно это и есть тайминг функции то есть это такая некая кривая либо прямая по которой проходит анимация я бы сказал это даже временная кривая давайте посмотрим что еще у нас тут есть ну в основном а это все но еще вот здесь есть такие ползунки или как сказать когда мы можем например сами куда-то двигать изменять и смотреть тут как будет проходить анимация вот что-нибудь такое например анимация будет сначала долго стартовать а потом резко увеличить скорость к концу уже давайте это тоже применим здесь на самом деле с этим играться можно много много всего интересного можно для себя открыть так сохраняем и смотрим так что-то у меня стал часто отваливаться хром смотрите медленно и потом резко начинают увеличиваться ну думаю суть вот этих функций ясна а какие там уже прописывать значения это возможно тема для нового другого какого то видоса ну посмотрим а на этом я хочу уже закончить все что я хотел рассказать вроде бы рассказал это анимации достаточно простые есть сложные более такие хитроумные может быть когда-то и покажу как делается сложная анимация с изменением не только одного значения а нескольких сразу все спасибо всем за просмотр не забывайте подписаться всем пока всем пока